Добрый день всем! Сегодня я хочу показать вам мастер-класс по плетению кружевного браслета в технике фриволете. Плетение у меня многослойное, объемное. В конце мы будем расшивать браслет 3-х миллиметровыми бусинами. В принципе, можно использовать бусины покрупней, все зависит от вашего желания. Ну что же, давайте приступим! Вот схема, по которой мы будем плести каждый отдельный элемент нашего браслета. Нитку на челнок я уже намотала и начинаем плести первое кольцо по схеме 7-пико-7. Теперь плетем следующее. 5-пико-5-пико-10. Не забудьте, что после того, как вы сплели 5 узлов, нужно соединить наше кольцо с предыдущим за пико. Доплетаем по схеме и затягиваем наше колечко. Вот, посмотрите, каждое последующее кольцо будет лежать на предыдущем. Плетем следующее кольцо. 8-пико-5-пико-10. Заметьте, после 8 узлов мы присоединяем кольцо за пико. Доплетаем по схеме и затягиваем кольцо. Далее у нас идет кольцо 10-пико-5-пико-10. Плетем 10 узлов. Присоединяем колечко за пико. Доплетаем по схеме и затягиваем. Каждое колечко у нас лежит на следующем. Теперь плетем нашу серединку. Кольцо 12-пико-10-пико-12. Теперь мы должны сплести все то же самое в зеркальном отражении. Итак, я закончила плести нашу основу. Теперь нам осталось сплести последнее колечко, которое будет у нас располагаться посередине. Крепиться оно будет за основание наших колец. В каждое третье колечко. То есть мы сейчас сплетем три узла, прикрепляемся к третьему колечку вот здесь. Опять три узла вот здесь теперь уже прикрепляем. Опять три узла и крепимся здесь. И доплетаем четыре узла. Для того, чтобы сплести, нам нужно перевернуть работу наизнанку. Присоединяем к нашему третьему кольцу за основание. Далее плетем опять три узла. Отсчитываем еще три колечка. Раз, два, три. Прицепляемся к нему. Опять в основание. Еще плетем три узла. И прицепляем к последнему нашему кольцу. Семь пику семь. То есть получается мы должны отцеплять наше колечко центральное к каждому третьему лепесточку. Доплетаем четыре узла и затягиваем. Итак, наш первый элемент готов. Теперь мы приступаем к плетению второго элемента. Начинаем плести все так же по той же самой схеме. Теперь нам нужно очень внимательнее быть, потому что, когда мы начнем плести четвертое кольцо, после десяти узлов мы должны прицепить наш предыдущий элемент. Вот здесь, в этом месте. Плетем вначале десять узлов. Подкладываем нашу работу. И после третьего колечка, вот здесь, мы должны будем присоединиться. То есть мы должны притащить нашу ниточку не через одну пику, а через два. Дальше мы работу продолжаем, так же, как и если бы мы плели бы отдельный наш элемент. Вот что у меня получилось. Теперь мы должны начать плести следующее кольцо. Так же начинаем плести все по нашей схеме. После того, как вы сплели центр, наше центральное кольцо, 12 пико-10 пико-12, мы начинаем плести следующее, колечко номер 6. Плетем десять узлов. Берем нашу заготовку, накладываем ее таким образом, чтобы наше пико лежало на кольце 7 пико-7. Мы должны пройтись через два пико. Далее мы продолжаем плести по нашей схеме. Я закончила плетение третьего элемента браслета. Весь последующий процесс плетения и соединения будет выполняться по такому же принципу. Так же рекомендую вам оставшиеся концы ниток связать между собой узелком, для того, чтобы облегчить себе последующий процесс плетения. Итак, я закончила плести свой браслет. Вот что у меня получилось. Это у меня лицевая сторона, а это изнанка. Теперь я хочу расшить свой браслет бусином. Так, ниточка у меня сейчас находится на изнанке. Мы должны ее вывести на лицо. Так, для начала мы проходимся. Смотрите внимательно, чтобы у вас нигде не было видно стежков. Надеваем бусинку. Решиваем ее на место, где она у нас должна быть. Я решила, что у меня будет в этом месте. В принципе, вы можете придумать свой способ расшивки. Можете не расшивать совсем. То есть, как кому нравится. Вот видите. Теперь я опять завожу иголочку за все наши элементы сзади. У нас тут много места. Прошиваю. И выхожу на лицо следующего элемента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять надеваю окошенку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для удобства я перевернула свою работу. И опять пришиваю ее напротив своего колечка центрального. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите. И так я должна сделать со всеми элементами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу отметить, что хоть и браслет выполнен по достаточно простой схеме, плетение занимает достаточно долгое время. Поэтому браслет очень трудоемкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа над моим браслетом почти закончена. Все бусинки я уже пришила. Они у меня теперь на месте. Осталось только прицепить замочек. И браслет будет полностью закончен. Если вам понравился данный мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА